Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Даша и в сегодняшнем видео мы сошьем платье, смоделированное по журналу Бурда. Не то чтобы по Бурде, а по Бурде Экстра и нынче этот журнал называется Книп Мод. Платье будет легкое, невесомое, струящееся, летящее, женственное, очень красивое. Я делала обзор на эту ткань и на магазин, где я покупала. Если вам интересно более детально посмотреть, то переходите по ссылке, которая появится наверху. Я выбрала более плотную вискозу. Из менее плотных я больше не шью. Такие платья очень быстро изнашиваются, не имеет смысла шить из более тонких тканей. У них они вестируются, у них раздвигаются швы. Но мне лично не нравится. А вот из более плотной вискозы очень даже хорошенькие выходят платья. А буду моделировать я платье из Книп Мод 4 2021 за, получается, апрель месяц. Вот такое платье. Написано винтажные платья. Да, в принципе, можно его так назвать, наверное. Чем оно мне понравилось? Во-первых, у него достаточно свободный лиф. Платье предательски похоже на платье Вики от Вики Соус. Но здесь, во-первых, на рукаве нет никаких рюшечек. Во-вторых, если обратить внимание, то рюшечка по лифу здесь идет не по груди, а чуть дальше. И вообще, так как лиф более свободный, он смотрится как будто увеличивает грудь, это рюши. Так не выглядит. Мне нравится здесь на редкость красивая горловина, потому что в бурде очень часто выходят лодочки такие вот массивные. Здесь достаточно узкий рукав, но я его буду моделировать. Я не хочу такой рукав. Так как это платье будет летнее, я сделаю здесь короткий рукав, но чуть более свободный. Он здесь очень узкий. Я его прям чуть расширю. Ну, то есть, не буду какой-то делать супер пышный, но мне хочется, чтобы рукав был чуть более свободным, потому что это все-таки летнее платье. Дальше я оставлю такую длину. Мне также нравится валанчик по низу изделия. И я разрежу полностью лиф, я разрежу под планку, и полностью разрежу юбку под планку. Так как я буду разрезать под планку платье, я отказываюсь от шва сзади на спинке, потому что там шов и в шве молния. Мне молния уже не нужна, так как у меня здесь будет разрезанное платье. Но в этом видео я вам покажу, как я буду моделировать планку более детально, потому что, как оказалось, немногим понятно, как это сделать. И мы будем делать цельнокроенную планку. Я вам это все покажу. Но для начала нужно перевести лекало с журнала и нужно продекотировать ткань. Декотировка ткани производится, чтобы дать естественную усадку ткани. Обычно декотируют ткань с натуральным составом, но желательно декотировать все ткани. Перед раскроем лучше продекотировать любую ткань, даже если она полиэстеровая. Декотировка означает обдать хорошо паром ткани или простирнуть ткань и затем ее хорошенечко протяжить с паром. В общем, дать ткани усадку с помощью высокой температуры. Показываю, как смоделировать планку на ткани, чтобы вам было понятнее. Это полочка. Еще тут будет она разрезаться. Я сейчас вам покажу, чтобы вы видели, что это полочка, а не кусочек полочки. Кладем к долевой. Вот долевая у нас идет. Кромка. Мы должны представлять примерно, какая пуговица у нас будет по диаметру. Если честно, я пока не уверена, но мне кажется, что она будет небольшая. Вот примерно вот такая. Эта линия сгиб, где у нас должен быть сгиб, это у нас линия полузаноса, то есть это середина полочки. И пуговица, она находится пополам. Половина на полочке, половина на планке. И планка на самом деле должна быть размером... Для такой пуговицы можно выбрать размер планки, например, 3 сантиметра. То есть полтора мы откладываем вот сюда, полтора мы откладываем вот сюда. Ну, даже можно меньше чуть-чуть. Два с половиной. От края полочки мы должны отложить в планку только 1,2 сантиметра. Но так как у нас цельнокроеная планка, то нам нужно еще плюс эту же ширину. То есть если у нас планка 2,5 сантиметра, то плюс 2,5 сантиметра. Ну, к 1,3 это получается 3,8 сантиметров. И плюс я всегда прибавляю 0,5 на обметку. Ну, либо на подворот этой планки, чтобы все это красиво обработать. Итого получается 1,3 плюс 2,5 и плюс 0,5. 4,3 мы должны отложить в сторону от этой линии. Сначала я нарисую эту линию и вообще переведу полностью полочку. Теперь от этой линии я отложу 4,3 сантиметра. Пока что просто вот так продолжу. Все, планка у нас достроена. Но так как у нас планка цельнокроенная, то вот здесь не может оставаться прямая линия. Здесь линия должна быть повторяющейся, как вот здесь. Для точного результата можно перевернуть полочку и перевести вот эту линию на планку. То есть вот у нас будет цельнокроенная планка. Все, можем кроить. Пуговицу вы потом можете выбрать другую, но она должна быть диаметром схожая с этой пуговицей, с которой вы наметили планку. Точно так же мы строим планку и для юбки по переду. Переднее полотнище юбки я отметила, где сгиб. Там у нас будет не сгиб, а 4,3 сантиметра мы должны отложить в сторону и по всей длине. А заднее полотнище юбки мы должны приложить к сгибу. Сгиб, сгиб. Выполнили крой изделия. Это серединка полочки. И мы продублировали здесь планку. Две детали. Также две детали переднего полотнища юбки. Тоже с продублированной планкой. Две детали боковины полочки. Здесь выточка у нас. Две детали боковины спинки. Сама спинка выкроена в сгиб. Два рукава нужной нам длины. Две детали рюши. Это рюши для переда. Заднее полотнище юбки в сгиб. И две оборки низа юбки. Выкроенные в сгиб. Я не делала пояс, потому что не планирую носить с таким поясом. Я буду носить с кожаным поясом платье, если мне понадобится. И у меня остался вот такой выпад ткани. Я ненавижу, когда у меня остаются выпады такие большие. Но что поделать. Мне нужно еще будет выкроить обтачку. Либо я хочу выкроить, возможно, косу бейку. Посмотрим, когда я соберу изделие. Посмотрим, каким образом я обработаю горловину. На выкройке есть обтачка. Так что, если что, я просто вырежу и выкрою непосредственно на ткани. Сейчас нам нужно перевести все вытачки. Они у нас есть на юбке. На заднем полотнище юбки, на переднем полотнище юбки. И также они у нас есть по полочке на грудная вытачка. Вот так перенесла вытачки. И точно так же переношу вытачки на других деталях. В первую очередь мы соберем лифт платья. Боковые части я откладываю. Я беру спинку и я беру полочки. К спинке я прикладываю полочку. Плечевыми швами и скалываю. Теперь нам нужно соединить плечевые швы по средним деталям спинки и полочки. И также нам нужно соединить плечевые швы у боковых деталей. Теперь мы можем эти все шовчики обметать. Также можем обметать на верлоке, чтобы все сразу сделать. Можно обметать планку. И также нужно будет обметать свободный край у волана, который будем притачивать по полочке. Итак, что я еще сделала? Это работа по юбке. Обметала также срез планки по переду юбки. И сточала здесь вытачки. Еще не разутюжила, поэтому они пока в таком виде. Точно такая же работа проделана на второй части юбки. Вот спинка юбки здесь тоже стачены вытачки. И сейчас, в принципе, я могу соединить юбку по боковым швам. И ее нужно будет обметать, как и все остальное тоже нужно будет обметать. И пойти тогда на утюг все вместе проутюжить. На самом деле, можно, конечно, делать все это поочередно. Но от этого зависит ваша скорость. Меня кто-то спрашивал, как шить быстро. Я сначала выполняю все возможные операции на стачивающей машинке. А затем я иду на верлок, все обметываю, что можно обметать. И затем все это вместе несу на утюг. И все утюжу. И это значительно экономит время. Также я вот сначала рукавчики. Тоже их нужно будет обметать. Валанчик я шов приутюживаю просто. Кстати, шов на валанчике можно сделать ролевым. Обработать руликом на верлоке. Я решила просто обметать и приложить строчку на 0,1. То есть таким московским швом. В принципе, можно и московским обычным швом подшить. Можно так, как я сказала сделать. Я сразу беру детали, которые попадаются. И все заутюживаю на спинку. Плечевые швы. Обратите внимание, что у нас еще не стачены нагрудные выточки. Они будут стачиваться уже после того, как мы соединим изделие по рельефным швам с рюшечкой. В данном этапе нам нужно подготовить вот этот вот срез к втачиванию рюши. Также позже тоже мы будем делать подгибку планки. Я ее буду делать уже, когда юбка будет притачена. Потому что юбка с планкой совпадает. Также я приутюживаю шов рукавчика. А вот на юбке уже можно приутюжить не только боковой шов и разутюжить его в сторону спинки. А еще можно приутюжить и разутюжить выточки. Выточки мы приутюживаем вот таким образом. Сначала слабину сутюживаем. Затем раскладываем и заутюживаем на сторону, в боковую сторону. И охлаждаем выточку. А у выточки заднего полотнища юбки мы слабину также сутюживаем и заутюживаем выточку на центр спинки. Займемся обработкой рюшечки. Нам сейчас нужно подвернуть вот так вот припуск, который мы обметали. И настрочить его буквально 0,1-0,2 см. И затем собрать на сборку вот эту свободную часть, которую мы будем вкладывать уже непосредственно в изделие. Вот что должно получиться. Вот так выглядит рюша. Чуть-чуть перекрутилась уже. Так обработан край и скалываю. Я сначала скалываю по нижним краям изделия, совмещаю края. И затем уже распределяю сборку по всему срезу. И теперь можно проверить, как рюшечка выглядит, все ли нам нравится, все ли нас устраивает. И давайте сразу покажу, как приточаем сюда боковину. По этому срезу нащупываем, где у нас здесь боковой шов и соединяем боковой шов, а также полностью рельефный шов по длине с полочкой и со спинкой. И теперь на сантиметр притачиваем эту деталь. Затем ее нужно будет обметать и отутюжить на сторону центра полочки. Таким образом у нас разложится эта рюшечка. Вот что у нас должно получиться. В итоге лиф. Я еще не стачала боковые швы, но хочу вам показать мясечко. Вот, все как должно быть. Вот стачали выточку и заутюжили ее. Я заутюживаю выточку на грудную вниз. Рекомендую заутюживать вверх, если у вас большая грудь. Все, надо проверить, чтобы эта рюшка смотрела на бок, то есть лицо у нее было сбоку. Теперь нам нужно соединить боковые швы. Все исполнили мы, все приутюжили. Все очень красивенько смотрится. Внутри я уже так прикинула. Рюшечки получаются не на груди, и мне это очень нравится. Ближе к боку. И сейчас самое время заняться рукавом. Нужно вточать рукавчики. Они у нас коротенькие, маленькие, такие простые. Без каких-либо борок. Здесь я просто обметаю и подошью на 0,1 точно так же, как рюшечку. И сейчас просто притачаем рукавчики к лифу. Контрольные точки у нас есть. И по контрольным точкам мы вкладываем рукав. Совмещаем боковые срезы. Также совмещаем плечевой срез и надсечку. И припосаживаем рукавчик. Я его вот так вот всегда чуть-чуть подвыворачиваю. Теперь на 1 см мы стачиваем, а затем обметываем. Точно так же сделаем второй рукавчик. И заодно обметаем вниз. И затем можно будет подшить, и рукав будет готов. Соединяем юбку с лифом. Контрольные точки такие. По планке. Это раз. Выточка и рельефный шов у нас тоже должны совпасть. И обязательно раскладываем рюшечку в том направлении, где она должна идти. В остальном просто припосаживаем ткань. Она могла слегка растянуться в процессе пошива, поэтому чуть-чуть ее надо припосадить. Сзади на спинке получается точно так же. Рельефные швы там, где выточка. Направляем в нужную сторону рюшечку и соединяем. Теперь на 1 см мы все это притачиваем и затем обметываем. Я на этом этапе примерила платье. Ну, просто пока, просто прикинула, потому что у меня здесь еще не заутюжена планка. Надо было посмотреть, как мне. Нравится ли, что платье отрезное здесь, или поднять линию талию, или что-то сделать еще. Нравится ли мне, как сидит рукав. В общем, все проверила. Мне все понравилось. Даже длина мне понравилась, хотя еще нет валанчика. И сейчас, на данный момент, я могу пойти обметать вот этот вот срез талевый. И, значит, пройму тоже обметаю. И все, можно будет заутюжить это. На этом этапе нам нужно отметить, где у нас будет заканчиваться планка. В сложном виде планка у нас 4,5 см. Отмечаем ее. И затем нам нужно будет ее вот так заутюжить. Кстати говоря, по поводу низа. Внизу у нас есть оборка. И я ее даже вот уже приготовила. Но дело в том, что я выкроила неправильную оборку. Мне нужно было еще дополнительно также здесь выкроить тоже деталь с учетом планки. То есть деталь больше на 4,5 см. И, соответственно, отрезную деталь. Сейчас я это буду исправлять. Теперь эту оборку нужно будет собрать на нитку. Я проложу широкий стежок 5 мм. Для того, чтобы оборку собрать. Проложили строчку сборки по свободному краю изделия. От места, где у нас начнется планка, до бокового шва. И от бокового шва до следующего бокового шва. И также следом до планки. В общем, сейчас это все будем сажать на юбку. И складываем опять. Соединяем планку с планкой. Место, где у нас будет планка, здесь у нас никакой сборки не должно быть. Затем соединяем боковой шов. Следом соединяем следующий боковой шов. Сходим на утюг, заутюжим оборку и заутюжим планочку. Вот эти кончики можно заправить в шов. Заутюжим планку. Для того, чтобы она лучше приутюжилась, я использую утюжок. Сейчас я буду подшивать низ рукава, обметывать и подшивать низ изделия. Такие вот останутся штрихи. И также нужно будет обработать горловину. Я ее буду обрабатывать косой бейкой. Но проблема заключается в том, что у меня нету пуговиц, подходящих под это платье. Когда я куплю пуговки, вы сможете увидеть результат в моем инстаграм. Так что обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Итак, вот что у меня получается. Очень красивое, летящее, макси платье из вискозы. Идеальная ткань для такого платья. Так как у меня сейчас нет пуговок, я вам покажу в сыром виде. Я еще не подшила низ, не подшила рукава и не обработала горловину бейкой. Но в принципе все это я уже снимала, как это делается. Я думаю, что вы справитесь без меня. Поэтому сейчас вот просто покажу промежуточный результат. А уже готовый результат вы сможете увидеть в инстаграм, на моей страничке, когда я куплю пуговки. Пуговки я, к слову, хочу, наверное, какие-то белые, интересные, чтобы они выделялись. Потому что сейчас сливается планка. И ее на самом деле плохо видно по лифу. Зато отлично планка выглядит по низу изделия. И если бы я ее не делала, мне бы платье вообще не зашло. Потому что это немножко не мой формат, когда все такое скрытое. И здесь, и здесь было бы платье неразрезным. То вряд ли бы я такое часто носила. А вот с таким вот кокетливым видом платье уже более такое мое. И уже гораздо красивее смотрится. Очень такой летящий. Я его планирую носить с босоножками и с кроссовками, с кедами. Также я планирую носить его с пояском. В выкройке есть вариант пояса из ткани. Но мне не хотелось из ткани такой же. Мне хочется вот, скорее всего, белый. Я хочу купить белый поясочек. Но и черный сюда тоже хорошо подходит. Так как здесь вот у цветочков есть такие черные вставки. Также мне очень нравится то, что валан вот этот вот находится не на груди. То есть он не увеличивает и так большущую грудь. А он находится за грудью, ближе к боковому шву. И как будто такое крылышко. Вот сзади тоже это видно. И на самом деле это удачнее гораздо смотрится, чем крылышко у платья от Вики Соус. Которое проходит по рельефному шву. Прям на груди мне это не нравится. Вот такой эффект мне нравится гораздо больше. У меня где-то ушло 2 метра ткани. Если бы я не запоролась с тем, чтобы сразу разрезать на планку оборку, то у меня бы хватило 2 метра ткани. На короткий рукавчик. На вот такой вот вариант платья. Сейчас я все это буду подшивать. Также буду обрабатывать горловину бейкой. Там предложено обработать горловину обтачкой. Но я решила, что платье очень легкое. Я хочу обработать его бейкой косой. Очень нравится мне этот струящий эффект. И красивое делает платье фигуру. Если посмотреть без пояса, то платье просто прямого кроя. То есть оно не особо заужается. Но оно тоже слегка похоже на платье от Вики Соус. Хотя это платье более свободное. Это мне тоже нравится. У меня здесь отлично себя чувствует спина. В Вики Соус у меня достаточно узкая для меня спинка. И вообще мне очень давит груди и спинки. Здесь же мой размер такой же 44 на 38 европейский. И все на меня село очень хорошо. Но без пояска мне не нравится. Потому что все-таки сливаются все линии, все деления. Их не видно. Поэтому я буду носить с поясочком. Ну что ж, такое вот платье у меня получилось. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. Также подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить пост об этом платье. И мы увидимся с вами очень скоро. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok